Жареные во фритюре и при этом еще с апельсиновым соусом. Навіть уявити не можу. Я такого ніколи не чуваю. В спагеттини то это особый вид макарон, похожий на спагетти, только тоньше. Для приготовления сиракузских спагеттини нам понадобятся макароны, яйца, растительное масло, панировочные сухари, апельсин, розмарин, мед, паприка, черный молотый перец и соль. Но для того, чтобы мы сделали наши спагетти невкусными, нужно знать один профессиональный секрет. И им с нами делится знаменитый шеф-повар, который обладает тремя звездами Мишлен, Хестон Блюментарн. Важно соотношение макарон, соли и воды. На один литр воды сто граммов пасты и десять граммов соли. Тысяча сто десять. Математика якась починається. А запам'ятати легко. Для этого блюду нам понадобится сто граммов спагетти. А як же відміряти? Это настолько просто, что даже смешно. Но для этого мне понадобится всего лишь простая пластиковая бутылка. Ось така? Си, сеньора! Секрет простой, но для того, чтобы мы не останавливались, нужно поставить нагреваться в воду. Наташа? Да. Тебе вопрос на засыпку. Есть ли у нас сто граммов пасты? Сколько у нас воды? Литр. А соли? Десять граммов. Итак, у нас есть спагеттини. Сейчас мы посмотрим, сколько порции у нас получится. Для этого берем бутылку и обращаем внимание на горлышко. Именно диаметр горлышка позволяет нам отмерить ровно одну порцию пасты. И этого количества нам хватит на троих человек. Пока вода закипает, нам необходимо приготовить, внимание, розмариновый мед. О-о-о! Берем веточку розмарина, кладешь на досочку, берешь кухонный молоточек. Нам нужно просто немного размягчить. Чтобы аромат был, так? Да, размягчить. Пишев, пишев аромат же. Надюша, нужна банка примерно на 200 миллилитров. Так. Вот эта баночка, так? Вот у нас есть мед, 200 граммов меда. И сюда кидать розмарин, правильно? Да, можно его немножко порвать. А он же мает певный час настаиваться, чтобы... Да, да. А сколько? Ну, до пяти дней. Сегодня не сможем выкористать пять дней. Я принес с собой, поскольку такой мед у меня всегда есть дома. Добре. Эту порцию оставляем настаиваться еще пять дней, а будем использовать тот, который уже готов. Ура! Нам нужно перелить его в небольшую мисочку, так, чтобы розмарин остался. Вот есть апельсин. Нам необходимо две столовые ложки сока. Все, теперь перемешиваем. Соус, в принципе, готов. Это уже само по себе вкусный апельсин. Это соус. Это соус. Апельсин и мед. Это же круто. Ароматно. Белиссимо. О, вода закипела. Наши спагетти. Опускаем в воду. Всего лишь семь минут нам понадобится для того, чтобы они сварились у нас практически до полуготовности. Необходима сковородка. И в нее мы нальем немного масла. Нам необходим слой масла в два сантиметра. И теперь этап следующий. Мы готовим кляр. Кляр для макароней? Да. Я в шоке. Наташенька, умеешь разбивать яйца? Так. Прекрасно. И сердца. Одне? Цего выстачит? Туда же добавляем пол чайной ложки соли, паприки и черного молотого перца. И сейчас специи мы взбиваем вместе с яйцом. Для этого блюда к макаронам мы еще используем панировочные сухари. Ю-ху! Нам необходим один стакан панировочных сухарей. Я предлагаю сейчас проверить состояние наших спагеттини. А, горячее! Ммм, можем вытаскивать. Арденте есть. Дай дуршлаг, пожалуйста. Даю. На кухне часто бывает, что кастрюлю с плиты надо снять и поставить на стол. Чего только народ не делает. И газеты подскладывает, и на весу работает. Хотя, казалось бы, нужно просто выбрать хорошую подставку под горячее. Подставки бывают разными. Деревянными, пробковыми, керамическими и даже металлическими. Но главное выбрать подставки, которые по диаметру больше дна вашей кастрюли. А чтобы выбрать идеальную подставку, можно зайти на сайт интернет-магазина. Там и отзывы можно прочитать и сразу же заказать, не выходя из дома. Теперь вот эту порцию разделяем визуально на три части. Берем вилку, обмакиваем треть в яйце со специями. Опускаем в сухари. Теперь вылили? Да. И теперь мы можем выпускать прямо в масло. Когда положили их на сковородку, необходимо их оставить и не сильно перемешивать, для того, чтобы они лучше прожарились. Нам необходимо всего лишь три минуты, для того, чтобы макароны стали хрустящими. Надюша, за это время мы должны подготовить тарелку, чтобы мы могли убирать излишки масла. С радостью, адже я использую паперовыми рушниками, которые в мить берут зайвый жир и не залишатся на продукте. Дуже удобно. Давай, рушнички. Дякую. Все готово. Я витягаю макароны, они держатся очень хорошо и очень хорошо выглядят. Хрустики такие. Так. И таким же образом мы обжариваем остальные две порции. Дивовижно, как быстро мы все приготовили и уже можем кушать. А соус? Ну а как же без соуса? Это даже не похоже на спагетти, звичайно. Для снеданка – дивовижно. Дуже витонченный смак. Вот эта комбинация апельсина, меда, розмарина. Я очень рад, что вам понравилось. Но нас впереди ждут еще девять невероятных рецептов, поэтому самое время двинуться дальше. Перед! Субтитры сделал DimaTorzok